Учителя – те же дети. Главное – дать им возможность ощутить это прекрасное чувство. В Ливерецкой гимназии номер 41 для молодых педагогов провели развлекательно-познавательную игру «Квест Форт 41». Педагоги должны идти в ногу со времени. Так решили в гимназии номер 41. И устроили для молодых учителей увлекательную живую игру «Квест Форт 41». Причем постарались привлечь к состязанию не только своих преподавателей, но и коллег из других школ. На призыв откликнулась молодежь из 5-й гимназии и 42-го лицея. Организаторы «Квеста» постарались придать ему определенный смысл. Мы привыкли к классическим педсоветам, когда все находятся в кабинетах, в крайнем делятся на группы, прорабатывают какие-то вопросы. Вот сегодня мы хотим поработать именно с молодыми педагогами вот в таком вот необычном формате, как «Квест Форт 41». Итак, участники разделились на две команды, получили задания. Как и во французском аналоге игры, им необходимо было в первую очередь отгадать загадку, чтобы проследовать по заданному маршруту. Пометуя о том, что в здоровом теле здоровый дух, на старте педагогов ждала спортивная разминка. Бег по залу, броски в баскетбольное кольцо, а затем состязания в логике мышления, сообразительности и даже в театральном мастерстве. Как, например, на этапе «Исторический крокодил». Педагогам своей мимикой и выразительными жестами необходимо было помочь своему товарищу по команде отгадать загаданное слово. Еще более сложное задание ждало игроков в кабинете физики. Попробуйте на время, когда каждая секунда дорога доказать. Он скорее длинный, чем темный. Каверзные вопросы ждали участников квеста и в кабинете завучей, и у директора гимназии. Впрочем, трудности не смущали молодых учителей. Весело, с задором они передвигались по маршруту, получая от игры лишь удовольствие и положительные эмоции. Очень хорошо, когда педагоги собираются, когда веселятся, когда есть возможность познакомиться, потому что у нас практически никогда ее не бывает. Если проходят семинары, то каждый либо дает урок, либо занят своим делом непосредственно. Да, так, чтобы вместе собраться, побегать и пошутить, и показать, кто во что гораст. Потом это некий стресс, все равно человек участвует, он боится, он не хочет подвести команду. В процессе прохождения маршрута за успешное выполнение задания игроки получали заветный ключик. У какой команды их набралось больше, та и победила. Приз, медали и памятные дипломы. Впрочем, награды получили все участники квеста. А хорошее начинание гимназии номер 41 решено было развивать и в будущем. Ольга Щевелева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.